Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим бюджетный планшет компании AldoCube под названием iPlay 50, стоимость которого в момент нынешней распродажи со всеми купонами можно взять в пределах 9000 рублей, причем это с российского склада, то есть доставка будет более быстрой. Друзья, 10-дюймовый планшет с Full HD Plus разрешением, хотя на сайте написано, конечно, 2K, но это все хитрый маркетинг. Поддержка работы SIM-карт, GPS и элегантный внешний вид вполне заманчиво. Каковы еще достоинства и в чем кроются недостатки данного аппарата, вы узнаете из этого видео. Поехали! Комплектация тут достаточно бюджетная. Значит, на планшет из коробки наклеена защитная пленка, зарядное устройство на 5 Вольт, 2 Ампера, 10-ваттная, кабель USB Type-C, ну и инструкции со скрепкой. Выпускается планшет у нас только в одном цветовом решении, сером, как в моем случае. Диагнале выставляет 10,4 дюйма при соотношении сторон 8 к 5 и Full HD Plus разрешение. Матрица IPS имеет стандартное частотное обновление экрана в 60 Гц. Значит, никаких закруглений тут у нас нет. Стекло ровно, без каких-либо закруглений. Значит, что мы видим в нижней части? Ну, как бы, в принципе, по краям тут у нас толщина рамки составляет в районе 9 мм. В принципе, ну, не сильно такие вот большие рамки. В верхней части расположилась фронтальная камера. Индикатора событий тут у нас никакого нет. На верхней грани мы видим кнопку питания, кнопку регировки громкости, а также перфорация для динамика. Вот здесь, с правой стороны, у нас есть отверстие для микрофона, для разговорной речи, естественно. Это у нас лоток под сим-карты формата 2 наносим, либо наносим и микро-SD карточку. Планшет у нас поддерживает работу сим-карты хорошо. На нижней грани видим, тут у нас разъем для наушников 3.5 джек. Это у нас Type-C для подзарядки и, естественно, еще одна перфорация для динамиков. Ну, и с другой стороны у нас грань пустует, ничего нет. То есть, в принципе, так вот у нас здесь все выглядит стандартно. Задняя часть, давайте сзади посмотрим. Ну, здесь различная информация нашего планшета Aldo Coop iPlay 50. Ну, и верхняя часть, тут у нас фронтальная, точнее, фронтальная, основная камера. Никакой вспышки нет, обращаю ваше внимание. Стиль такой вот минималистичный. По материалам корпуса. Это у нас металл. То есть, вот это все, задняя часть у нас выполнена из металла. Вот это вставочка пластиковая, стилизованная под металл. То есть, в принципе, каркас самого планшета, он выполнен полностью из металла. За исключением вот этой боковой части. Это у нас пластик для улучшенного приема сигнала, как обычно у нас сделано. А по габаритам, ну, стандартные габариты для такого 10-дюймового планшета. Хотя он немножко больше 10-4 дюйма. Как видите, вот у меня в руке он помещается. Это уже неплохо. Тоненький достаточно. В целом, как бы, по габаритам все в порядке. По сборке тоже полный порядок. Никаких таких вот дефектов я не заметил. Никаких щелей. Естественно, конечно, не могу сказать, что прям-таки он супер-мега-монолитный. Ощущается, что здесь у нас пластиковая вставка, которая немножко, может быть, самой малость играет. Но, опять-таки, это стандартная ситуация. Все планшеты примерно такой небольшой ход имеют. В целом, по сборке могу сказать то, что собран он качественно, хорошо. Никакой бюджетчины не ощущается. В целом, сборка достаточно добротная. Планшет работает под управлением чистого андроида 12-й версии. Беспроводные обновления по воздуху поддерживаются. Ко мне уже пролетело, наверное, 3 или 4 обновления. То есть обновлений достаточно много. Прошивка у нас на русском языке. Полный перевод, как говорится, стопронцентный. В этом плане все у нас здесь в порядке. Давайте быстренько пробежимся, что у нас здесь есть интересного. Зайдем в экран. Что у нас здесь? Адаптивная регулировка яркости. Значит, датчик освещения есть хорошо. Темная тема присутствует. Цитовой режим и температуру можно менять. То есть настраивать под себя калибровку дисплея, как вам это необходимо. Тоже хорошо. Я считаю, важный такой вот критерий. Что еще сказать? Ну и в принципе все. Обу и стиль. Все стандартно. То есть такой вот стандартный андроид, можно так сказать. Ну, вот так вот снизу вверх список наших всех основных приложений. Google сервисы у нас здесь все предустановлены. Все в порядке. Детское пространство. Все у нас имеется. FM радио, конечно, тут у нас, к сожалению, нет. Верхняя шторка вот таким вот классическим образом выглядит. Все, естественно, под себя можно настроить без особых проблем. Что еще сказать? Звонилка у нас от Google, поэтому запись линков разрешена только с уведомлением, с кем вы будете разговаривать. Классическая стандартная схема. Ну, давайте очистим все приложения с памяти. Вот таким вот образом. И запустим стандартное приложение. PlayMarket с какой скоростью открывается, прогружается. Все хорошо, все быстро. Хромчик. Давайте зайдем на FOPDA. Тоже посмотрим, как работает. Тоже все хорошо. И YouTube. Вот таким вот образом. Подписки. Ну, вот, смотрите. Все прогружается, все работает. По программе составляющей здесь все в порядке. Никаких претензий нет. Пооптимизировано очень даже хорошо. Планшет работает под управлением процессора Unisoc Tiger T618. Который выполнен по 12-сминутровому техпроцессу. Имеет 6 ядер Cortex-A55 и 2 Cortex-A75. Графический чип Mali-Gim 52. Разрешение у нас здесь Full HD 2000 на 1200. 225 ppi у нас в плотность пикселей. Чистый экран, напоминаю, у нас 60 Гц. Значит, оперативной постоянной памяти. В моем случае 6128. Но также у нас есть младшая модификация на 664. Касаемо датчиков, то тут у нас такой вот, ну, можно сказать, бюджетный набор. Акселерометр и датчик освещения. Все. Других датчиков у нас здесь, к сожалению, нет. Ну, печально. Но, в принципе, для планшета стандартная ситуация. Мультитач на 10 касаний. Сенсор достаточно отзывчивый. В этом плане все у нас здесь в порядке. Wi-Fi двух диапазон, имеет поддержку полосы как в 2.4, так и в 5 ГГц. Сигнал ловит хорошо, уверенно, через 4 стены побивает без особых проблем. Теперь смотрим на показатели тестов Antutu. 262 тысячи баллов. Показатели хорошие, как для планшета на таком вот среднем, на таком вот уровне. Сейчас, наверное, все планшеты примерно плюс-минус 250 тысяч в Antutu набирают. Теперь смотрим на показатели Geekbench 6-й версии. 464-1622 балла. Это у нас Geekbench 6-й версии графические возможности OpenGL 548 баллов. Теперь смотрим на показатели теста 3DMark Wildlife 734 балла. И показатели устойчивости Extreme Test Test, то есть при долгом, ну, геймплее, при нагрузке, насколько здесь у нас просадки ощущаются. Как видите, просадок нет, устойчивость хорошая, в районе 99%. И, кстати, КПУ Trotting Test тоже 100 потоков, 60 минут. Как видите, перегрева никакого нет. Все в порядке. У нас здесь процессор не тротлит. Далее посмотрим на показатели теста скорости оперативной постоянной памяти. Значит, по постоянной памяти скорость, ну, такая вот бюджетная, сразу могу сказать. Нескоростной у нас планшет. Память здесь у нас нескоростного типа. И оперативная память тоже такие вот более бюджетные показатели. Ну, в принципе, что сказать, ну, на таком вот бюджетном уровне. Далее давайте коснемся непосредственно экрана. Экран, как вы помните, у нас матрица IPS, как я уже сказал. У нас здесь 60-герцовый экран. И что я могу сказать, друзья? Ну, экран такой вот бюджетненький. Вот сразу могу сказать, экран бюджетненький. Да, конечно, откалибрать его можно без особых проблем. Углы обзора. Хороший IPS-экран, в принципе, никаких претензий нет. Но что могу сказать? Вот я пользовался этим платшетом на ярком солнце. Ну, вот запас яркости по прибору Radux Lupin, можете посмотреть, невысокий. Сразу могу сказать. То есть на ярком солнце, вот если полный максимум выкрутить, ну, будет немножко не хватать освещения, я бы так вот сказал. То есть, ну, на солнце пользоваться им будет не особо так вот хорошо. Проблематично придется присматриваться. Но в остальном, как бы, если вот так вот пользоваться в помещении, как бы стандартно, то никаких претензий нет. По экрану, по крайней мере, откалиброван он более-менее нормально. Может быть, немножко в холодный оттенок, по-моему, мне не уходит. Но, опять-таки, в настройках это все можно подкалибровать, отстроить. Так что, в общем, в целом, экран, по крайней мере, не HD, Full HD уже хорошо. Так что, в целом, я бы его охарактеризовал как достаточно хороший. Планшет работает в 2, 3 и 4G сетях, имеет поддержку всех необходимых бэндов, включая 7 и 20. Качество разговорной динамики и микрофона на таком вот среднем уровне. Естественно, разговаривать, как по телефону, вы здесь не сможете, только по громкой связи. И, обращая ваше внимание, когда вы будете разговаривать по громкой связи, естественно, в шумном месте нормально не поговоришь. Но, в целом, вот, использовать планшет, там, как по скайпу, по телеграмму, вот так вот я общался, все нормально, слышно мне хорошо, и я тоже совместенненько слышал достаточно отчетливо. В этом плане все в порядке. Касаемо звучание в наушниках, ну, тоже нормальный звук. Тут, в большей степени, конечно, все зависит от ваших наушников, насколько они хорошего качества. Но у меня никаких претензий нет. Как в наушниках по проводу звук хороший, так и по Bluetooth я подключал, пятая версия, он здесь подключается. Все хорошо, вполне звук достойный, никаких претензий у меня не вызывал. Давайте проверим звучание внешних динамиков. Напоминаю, что у нас здесь два динамика, вот здесь, в нижней части. Послушаем, насколько они хорошего качества. Ну, что могу сказать, друзья, динамики, ну, не могу сказать, что плохие, но не супер хорошего качества. Как-то вот не хватает мне средних частот. Я бы отнес их более к таким вот бюджетным динамикам. Помню, вот в другом планшете мне динамики понравились больше. Здесь вот немножко не хватило мне объемности. Я бы так вот охарактеризовал, наверное. Хотя никаких претензий вот в плане там подхрипываний, репений, то есть не самый такой вот низ. Был у меня планшет вообще с отвратными динамиками. Здесь я не могу их охарактеризовать как плохие. Хорошее, но счастье, что бюджетное. Произведем GPS-тест нашего планшета. На улице на сегодня ясная, солнечная погода. Спутники ловят, но сразу могу сказать, что не быстро. То есть я вот постоял минуты 2-3, пока у меня поймало спутники, определило. То есть навигатор как бы рабочий, но вот мне кажется, в пасмурную погоду не сказать, что он будет отлично ловить. То есть по навигации придется ждать для определения позиционирования. В игровом плане планшет, конечно, не будет вас так вот мега впечатлять. Но в целом, сразу могу сказать, все в порядке у него в этом плане. Потому как, ну, чип такой вот достаточно неплохого уровня. В Asphalt 9, в танке, во все, в принципе, игры вы сможете играть. Просто что график вам придется застрелять не на полный максимум. Asphalt 9 вполне комфортно себя показывает и на полном максимуме. Ну, если говорить за игры тяжелого уровня, там всякие Genshin Impact, то там, конечно, графику придется выставлять на таком вот минимальном уровне. Танки на среднем уровне, PUBG тоже на таком вот среднем-минимальном. В общем, играть во все игры можно, просто что в тяжелой графику выставлять на минимальном уровне. В такие вот уровни Asphalt, ну, за простой козолки я само собой молчу, можно играть и на максималках. По нагреву никакого дискомфорта нет, в пределах 36-37 градусов. Так что планшет не перегревается и с играми справляется он очень даже бодро. Значит, светодиода, к сожалению, у данного планшета нет, поэтому яркость фонарика никак не протестируем. Сразу ставим прочерк. А теперь касаемо камеры. Значит, камера у нас здесь на 8 мегапикселей. Что за сенсор? У меня, к сожалению, информации никакой не нашлось. Ну, как бы такой вот бюджетный сенсор, сразу могу сказать. Давайте посмотрим на интерфейс камеры, что у нас здесь есть интересненького. Запись видео максимально у нас поддерживается в HD разрешении, то есть 2К, естественно, нет. Но Full HD 30 кадров в секунду есть уже, я бы сказал, что неплохо. Это хорошо. Значит, ну, портретный режим есть, размывается задний фон, тоже прикольно хорошо. Даже есть замедленная видеосъемка. В общем, по параметрам видеозаписи, в принципе, таймлапс есть еще. Планшет достаточно неплох. Вот ночной режим есть, QR-код, ночная съемка, сочетание. Ну, в общем, в принципе, прикольно, прикольно. В целом, вот именно настроек в интерфейсе камеры здесь достаточно много. По фотовозможностям, ну и видеовозможностям, ну, многого ждать не приходится. То есть бюджетный сенсор фотографируют, конечно, с шумами ночью. Но использовать его как бы в качестве таких вот подспорья для каких-нибудь таких вот моментов ребенку, я думаю, что вполне достаточно. Фронтальная камера у нас на 5 Мп, тоже такого вот начального уровня. Есть режим HDR, сразу могу сказать. Запись видео у нас максимально поддерживается тут уже только в HD. Full HD не поддерживается для 5 Мп, стандартная ситуация. Но опять-таки какая-то, ну, тоже портретный режим есть хорошо у нас присутствует. В общем, по интерфейсу могу сказать, что камера достаточно неплохая. Отрабатывает вот именно по программной составляющей нормально. Ну, для Skype и каких-нибудь таких вот простых селфи-снимков ее использовать можно. Ну, а там смотрим примеры фото и видео и оцениваем все сами. Давайте произведем тест камеры нашего планшета. Запись видео производится в Full HD разрешении 30 кадров в секунду. Давайте посмотрим, что у нас в фокус. Да, фокус определяет. На елочке, конечно, проблематично он ловится долго, но в целом отрабатывает хорошо. Теперь давайте пройдемся посмотрим на рабочую стабилизацию. Как видите, стабилизации у нас здесь никакой нет. Ни электронной, ни цифровой, естественно. Ну, и заимирование, 4-х картный зум. Ну, в общем, бюджетное качество видеозаписи. Но для планшета, в принципе, это стандартная ситуация. Так что чудо не произошло. Снимать можно, но ожидать качественной видеосъемки не приходится. А теперь давайте проверим запись видео с фронтальной камеры. Тут у нас уже только HD разрешение. Full HD не поддерживается. Тоже нет у нас стабилизации. Ну, в общем, в принципе, стандартная ситуация. Как для планшета, начальное видео с фронтальной камеры. Тут, в принципе, как у всех других планшетов в этом самом семье. Емкость встроенного аккумулятора составляет 6000 мм в 5 часов. Давайте посмотрим на результаты разряда планшета в разных условиях. Сколько он теряет за 10 часов воспроизведения видео по Wi-Fi на YouTube при седних показателях яркости. Также, сколько он теряет за час игры в Asphalt 9 при таких же значениях яркости. И сколько он теряет за ночь при активной сим-карте. Что могу сказать, друзья? В целом, показатели у него достаточно хорошие. Несмотря на то, что вроде бы емкость аккумулятора не сильно большая. Но, опять-таки, тут у нас яркость не сильно высокая планшета. Поэтому, ну вот, показатели и, соответственно, яркости данного планшета. В целом, могу сказать, что автономность у него адекватная и нормальная. На день использования можно его рассчитывать без особых проблем. И в режиме ожидания, самое главное, он практически не разряжается. Это меня порадовало. То есть, оптимизация системы здесь в достаточно хорошем уровне. По скорости зарядки тоже тут он, естественно, не будет мега крутым. Потому как у нас всего лишь 10-ваттное зарядное устройство поддерживается. Поэтому по скорости зарядки придется ждать. Итак, друзья, давайте подводить итог, как и всегда. Для того, чтобы этот вывод был более наглядным, структурированным и объективным. Воспомнить наши таблицы со всеми характеристиками. А что же я могу сказать про данную модель планшета? Ну, в целом, он себя зарекомендовал достаточно неплохо. Да, звезд с неба не хватает. Ну и сказать, что это такое плохое решение я не могу. Планшет такой вот держит, можно сказать, марку на таком вот среднем уровне. Не сильно крутое приложение, но и не сильно проигрышное. То есть, золотая середина здесь соблюдена. По соотношению ценно-характеристики я считаю, что планшет вполне адекватный. По достоинствам что можно выделить? Хороший внешний вид, сборка, цельнометарический корпус. То есть, смотрится планшет достаточно солидно. А также в категории достоинства однозначно можно выделить то, что он поддерживает работу сим-карты. То есть, 4G у него поддержка имеется. Ну, стереозвучание на таком вот неплохом уровне. Full HD разрешение. Ну и в принципе, что производительность на таком вот среднем уровне, опять-таки, учитывая все остальные планшеты, которые недавно у меня были на канале, они все примерно набирают там в районе 250 тысяч баллов на тату. И тут как бы в принципе тоже на таком же уровне. И запасы памяти тут 628 вполне адекватные, нормальные. Так что, в общем, как бы планшет нормальный, нормальный. Никаких недочетов таких вот серьезных я в нем не заметил. По минусам можно выделить отсутствие фонарика. Ну, то есть, вот как-то я уже привык к фонарикам. Но, опять-таки, в планшете это не скажешь, что сильно принципиально важно. Ну и запас яркости на солнце тут немножко вот слабоват. То есть, хотелось бы, чтобы запас яркости непосредственно экрана было немножко больше. Но, опять-таки, друзья, часто вы ли пользуетесь планшетом на ярком солнце, тут уже решайте сами. На этом большое всем спасибо за внимание. Если вам понравился данный обзор, не забудьте поддержать его лайком. А также советую подписываться на другие социальные сети, для того, чтобы не потеряться в случае блокировки YouTube. Всем мира, добра и до скорой встречи в будущих обзорах!